рад вас всех приветствовать на вебинаре посвященному презентации компании skyway capital вот если меня слышно видно хорошо дайте мне знать пожалуйста в чате сегодня задача кратко познакомить вас с нашим проектом с проектом компании именно skyway capital который будет состоять само мероприятие из двух частей первая часть мы поговорим кратко о том скажем так что мы выводим на мировой рынок та идея которая родилась достаточно давно до с одной стороны это 40 лет назад в голове советского белорусского российского ученого предпринимателя изобретателя анатолий дарычу низкого вот ну и потом поговорим с вами во второй части о тех выгодах которые может получить практически любой человек который соприкоснется с этой информации решит ее использовать во благо для себя самого для своего окружения но и в какой-то мере скажем так поможет нам реализовать эту задумку то есть вывести на мировой рынок транспорта сегодня новую инновационную транспортную технологию под названием skyway основная задача компании skyway capital это именно такая то есть привлечение денежных средств с целью финансирования строительства демонстрационно-сертификационного центра сегодня это строится в белоруссии называется это к технопарк то есть то место в котором будут продемонстрированы возможности нескольких направлений транспортных систем которые сегодня мы развиваем до выведение их потом на мировой транспортный рынок посредством сертификации и в дальнейшем уже строительство скажем так дорог по данной технологии на территории всего земного шара где есть в этом заинтересованность и получение дохода теми людьми которые в этом примут участие поэтому давайте не будем затягивать время сразу хочу сказать что подробно о трудных технологиях в рамках одной презентации рассказать фактически невозможно и сама презентация она строится по такой структуре чтобы дать людям понять кратко да с чем мы имеем дело и если человек проявляет интерес он дальше начинает задавать вам вопросы впервые слушай данную информацию у нас огромное количество материала который может позволить ему разобраться в дальнейшем что мы делаем что из себя представляет технология какие выгоды он может получить ну и все в принципе что ему будет интересно он может получить информацию как от вас так и от специалистов нашего отдела информационной поддержки которые работают в москве фактически каждый день то есть и выходные дни у нас присутствует менеджер на работе которые могут ответить на вопросы не могу сказать что на все сто процентов потому что людей надо возникать самые разные вопросы но тем не менее большинство вопросов касаемо развития проекта технологии новшеств которые скажем как применяется в направлении инвестирования нашей компании вам с удовольствием об этом расскажут подскажут и дадут об этом информацию то есть мы с вами будем говорить первую часть там минут 20 и 25 посвятим тому что из себя представляет технологии под названием струнной технологии струнной технологии скажем так достаточно широкий спектр применения имеют и будут в дальнейшем представлены и уже сегодня даже скажем так вышел ролик буквально несколько минут назад который размещен на новостном портале группы компании skyway о том что скажем так помимо развития струнного транспорта помимо скажем так строительства линейных городов то есть там где будет применяться данная технология и агронаправление то есть агропромышленный комплекс тоже скажем так в этом направлении планирует работать группа компании skyway то есть кому интересно зайдите пожалуйста раздел новостей посмотрите скажем так ролик с кириллом бадулиным там порядка 10 11 минут где виктор кириченко задает вопросы по поводу поездки в улан-удэ вы знаете есть такой город да то есть столица бурятии и там проходила мероприятие совещание у руководства республики я был представлен проект по строительству грузовой трассы доставки скажем угли на гусинскую тэц и переработка этого угли и дальнейшем скажем так вырубка гумуса и так далее так далее кому будет интересно посмотреть 90 95 процентов времени рассказа технологии мы уделяем транспортному направлению хотя как я говорю струнные технологии это также строительство высотных зданий здания коттеджного типа строительство мостов взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов струнные порты которые могут быть вынесены есть на естественной глубины в акватории морей океанов крупных озер да это все струны технологии это все что разрабатывал немецкий на протяжении 40 лет с 1977 года когда его голове родилась идея о внеракетном освоении космоса до скажем так направление по вне ракетному освоению космоса созданию межпланетно-точнее общепланетарного общепланетного транспортного средства мы потом уже в этой скажем так большой глобальной идее родилась идея струнного транспорта струнный транспорт который скажем так в сравнении с с теми транспортными системами, которые мы имеем на сегодняшний день, и более гораздо экологичной, гораздо более безопасной. Скорость перемещения транспортных средств во всех транспортных системах значительно выше, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Это в городском сегменте до 150 км в час. И вряд ли вы сейчас найдете города, если мы увидим наземный транспорт, который передвигался бы с такой скоростью. Пробки и прочие проблемы на дорогах не позволяют двигаться. От 50 до 150 км в час. Грузовой транспорт до 120 км в час, перемещение грузов по планете. И высокоскоростной междугородний международный Skyway до 500, и в дальнейшем предполагается и более километров в час. То есть фактически такие расстояния, как Москва-Казань, Москва-Питер, Москва-Минск, будут покрываться быстрее, чем за 2 часа. Скорость, по сути дела, почти самолетная. Только для того, чтобы лететь на самолете, нужно поехать, например, в Москве, из дома доехать до одного из железнодорожных вокзалов, сесть в аэроэкспресс, приехать не позднее, чем за час в аэропорт, для того, чтобы зарегистрироваться и пройти на посадку, потом сесть в самолет, долететь, дождаться выдачи шмоток, и дальше, скажем так, с того аэропорта, который вы приземлились, вам еще нужно доехать до города, который вы решили посетить. То есть порой это занимает 4, 6, 8 часов. Даже от Москвы до Питера можно путешествовать благодаря самолету даже дольше, чем на Сапсане, который идет там 4 с лишним часа. Вот такая картина. То есть действительно инновация, время которой пришло, это технология, разработанная Юницким, потому что для того, чтобы строить такие дороги, значительно меньше требуется времени, человеческих ресурсов, строительных материалов. Мы раньше приводили большое количество цифр, когда нам, скажем, не о чем было говорить о том, что сделается сейчас, да, то есть мы показывали цифры экономии, например, металла на одном километре трассы в сравнении, например, с высокоскоростной железнодорожной магистрали, то есть от 500 до 750 тонн по стали на одном километре. А планируется строить не одну сотню тысяч, да, и даже миллионов километров в ближайшие там 50-100 лет по струнным технологиям. То есть вы можете посчитать, какое количество металла будет сэкономлено. До 20 тысяч кубометров бетона на одном километре, опять же в сравнении с высокоскоростными железными дорогами, которые часто тоже выполняются в эстакадном виде, да. Далее, данная дорога, где между построенной, может служить более 100 лет. То, что заявляет генеральный конструктор технологии Анатолий Дарчуницкий, то есть амбразиционные расходы фактически сведены к нулю. Это сравнение, например, с тем, что мы видим зачастую, раз в 3-4 года перекладываются железнодорожные пути возле крупных городов, да, то есть что творит большое неудобство для людей, которые путешествуют из пригорода в город на работу, потому что меняется график перемещения там пригородных поездов и так далее, так далее. Автомобильные дороги перекладываются, ну, скажем так, вблизи крупных городов, опять областных центров где-то раз в 3-4 года, да, потому что образуется колея там и так далее, и так далее, то есть опять же это состоит в своей неудобстве. Соответственно, огромные деньги тратятся на ремонт того, что было построено. И вообще, когда-то приводилась статистика лет 5-7 назад, что порядка 93% бюджетных денег, выделяемых на дорожное строительство, идет на ремонт старых дорог, а не на развитие новых. Вот такие цифры у нас с вами на сегодняшний день. То есть выгод и преимущества данной технологии большое количество, я бы сейчас вам предложил просто посмотреть, да, саму идею, причем этот ролик, он был снят где-то в 10-х годах нашего тысячелетия, не так давно, не в самом начале развития струнных технологий, да, что из себя представляет технология транснета. То есть это то, к чему мы движемся. Транснет – это новый вид мировой паутины, который, кстати, в себя впитает все преимущества развития IT-технологий, интернета, который для большинства из нас становится привычным, да, хотя вот если мы посмотрим лет 10-15 назад, это была действительно диковинка. Сейчас мы совершенно спокойно пользуемся данной услугой. Есть уже несколько поколений молодых людей, которые себя без данной технологии просто не представляют, они не могут себе представить, что когда-то этого не было. Большинство людей взрослых помнят еще, как мы звонили в другие города, приходили на переговорные пункты, заранее заказывали там талончик, приходили в назначенную дату, в назначенное время и ждали соединения. Ну, это далекое прошлое, которое кто-то, кого-то оно вообще уже не касается, кто-то этого не помнит. Итак, технологии Транснета, и потом с вами пробежимся кратко по истории развития, что было сделано когда-то. Перейдем к тому, что сделано сегодня, и поговорим немножко. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа транснета – жесткая струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный, городской и междугородний пассажирский транспорт. Вот так наглядно представлены данные технологии. И по большому счету это то, что задумывалось для реализации Анатолия Даровича Юницким. Как я говорил, сама технология, струнные технологии, можно ее историю разбить на четыре этапа. И всей этой истории 40 лет на сегодняшний день. Все началось в далеком 1977-м, когда была подана первая заявка на изобретение, когда были первые научные публикации. Признание, скажем так, Федерации космонавтики СССР, то, что данная технология действительно перспективна в разработках, она необходима в такой стране, как СССР. Вы помните, была одна шестая суши всего земного шара. В это время был получен грант Советского фонда мира на развитие технологии. По сути дела на бумаге, где-то отработано в теории первого поколения данной технологии. Это был первый этап, он длился порядка почти 20 лет. То есть, с конца 70-х годов по середину 90-х. С середины 90-х до 2000-х Юницкий занимался больше вопросами аэродинамики. У него в Петербурге была своя научная школа. Он занимался продуктами в аэродинамической трубе, как я сказал, с целью придания наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу и снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. На втором этапе развития технологии был получен первый грант организации обменных наций. То есть, специалисты данной структуры дали свои экспертные заключения о том, что перспективно развивать данное направление. Тогда, кстати, это касалось строительства так называемых сегодня линейных городов в первую очередь. То есть, умных городов. Ну и, по сути, тогда были продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба от 1 к 15 до 1 к 5. Третий этап был очень важен, потому что с 2001 по 2009 год, на третьем этапе развития технологий, о технологии узнал практически весь земной шар. Она была, скажем так, представлена на многих телевизионных каналах Центральных Российской Федерации в новостных передачах. Были тематические передачи на региональных телевизионных каналах, в печатной прессе печатали. Ленинский принимал участие со своими образцами, скажем так, различного масштаба в различных крупных международных форумах, в первую очередь посвященных транспортной отрасли. Было получено большое количество наград, дипломов за участие в различных выставках, золотые медали, кубки, премия, например, две золотые медали ВВЦ, две премии «Золотая колесница» в номинации проект года транспортной отрасли. Это все было получено Юницким в процессе третьего этапа развития технологий. Были заключены даже государственные контракты во время существования полигонов в подмосковном городе Озеры на строительство дорог в целом ряде регионов. То есть губернаторы целого ряда регионов Российской Федерации подписали данные контракты о развитии транспортной инфраструктуры в регионах Российской Федерации благодаря технологии, разработанной Юницким. Был получен второй грант «Организация объединенных наций». Это тоже было, скажем так, в процессе третьего этапа развития. Технологию в конце концов представили президенту страны. Это губернатор Ульяновской области господин Морозов. И предложил данную технологию развивать на территории Российской Федерации с целью, скажем так, чтобы обогнать на 15-20 лет весь земной шар именно в направлении транспорта. Транспортные проблемы сегодня испытывают практически все государства мира. То есть с теми проблемами, которые в транспорте существуют. Но, к сожалению, после того, как на госсовете в Ульяновской технологии была продемонстрирована президенту страны на тот момент, через неделю буквально перестал существовать полигон в подмосковном городе Озера, на котором, кстати, был отработан целый ряд методик, проведено большое количество испытаний. Эксперты, имеющие прямое отношение к транспортной отрасли, давали свои экспертные оценки заключения целого ряда государственных структур, министерств Российской Федерации, не только. То есть международные делегации видели, как будет выглядеть транспорт недалекого будущего. Но, к сожалению, полигон разобрали. После того, как Медведев распорядился, скажем так, вкусно, негласно, выделить порядка миллиарда рублей, изыскать Минтрансу Российской Федерации на реализацию данного проекта в Ульяновском регионе. Важно, что Веницкий не опустил руки, важно, что продолжал заниматься развитием своей технологии, продолжал вести переговоры с людьми мира бизнеса, с чиновниками разного уровня, о том, чтобы, скажем так, найти финансирование, построить еще раз тестовый участок и продемонстрировать, что из себя представляет транспорт и сертифицировать его. И на четвертом этапе, на котором мы сейчас находимся, было принято решение оценить интеллектуальную собственность Веницкого на тот момент. Что было сделано? Она была оценена свыше 400 миллиардов долларов США. Вот такая вот оценка. На основании интеллектуальной собственности было зарегистрировано предприятие над Великобританией и было принято решение начать привлекать инвестиции посредством краудинвестинга. То есть просто от физических лиц по мере их возможности, с выгодой для этих лиц, потому что с высоким уровнем доходности Юницкий стал делиться долями компании, что происходит и по сей день. У группы компании Skyway в 2013 году был разработан 15-этапный план разработки строительства тестового участка и внедрения технологий, то есть выведения на мировой транспортный рынок. Сегодня мы находимся на девятом этапе. На каждом этапе так называемая венчурная премия, о которой мы с вами поговорим немножко позже, становилась меньше, потому что если первые люди, которые пришли в проект и проинвестировали свои денежные средства, фактически им ничего было не то, чтобы пощупать, практически ни на что было смотреть, кроме документов и документации, то сейчас нам есть чем похвастаться, об этом мы немножко впереди поговорим. А сейчас я бы хотел вам показать, что было, скажем так, продемонстрировано в десятых годах нашего тысячелетия на полигоне в подмосковном городе Озера. То есть как выглядел транспорт... Готов, прием! В 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс-струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспортная система, это очень недорогая система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком в 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, так вот выглядел струнный транспорт времен третьего этапа развития технологии. ЗИУ-131 на стальных колесах сбирался на 170 метровую эстакаду металлическую, внутри которой были натянуты струны, прокачан бетон. То есть, то, что по технологии вы видели, когда мы смотрели ролик про Транснет, все было сделано, продумано, проведены испытания. И целый ряд структур Российской Федерации, как я вам говорил, давали свои экспертные оценки, заключения, то есть экспертные советы, сами эксперты. Кстати, с большинством из этих материалов вы можете познакомиться на сайте Анатолия Дарча Веницкого, www.unitsky.com. Там есть и более подробная информация о самой технологии, вплоть до формул, да, те, кто любит копаться, как говорится, до самой глубины, там есть пища для различного ума, то есть для физиков, тех, кто любит, скажем так, когда ты изучал сапарамат и хочет еще немножко в этом потренироваться и так далее, и так далее. Вы видите, здесь институт проблем транспорта Российской Академии Наук, Петербургский госуниверситет путей сообщения, про ООН мы с вами говорили, потому что на третьем этапе развития технологий ООН выделяла и второй грант на развитие технологий. И, в принципе, предполагался третий, гораздо больше по сумме. Ну, к сожалению, скажем так, из-за нерасторопности Министерства транспорта и Министерства иностранного дела Российской Федерации деньги ООН выделены не были, потому что, скажем, Дмитран заявил, что, в принципе, у нас есть деньги на строительство дорог, никакие дороги нам больше не нужны, мы знаем, как это делать. Вот. Было получено, как я вам говорил, порядка 40 различных международных дипломов, наград, и за все время разработки своей технологии у Нинистского было порядка там пяти десятков патентов, да, на те ноу-хау, которые он применяет в данной технологии. Буквально кратко, о нескольких годах работы нашего проекта в целом, то есть началось все в 2014 году привлечение инвестиций, первая презентация прошла в городе Тула, на которой были 17 человек. Вот. В 2014 году, который был, скажем так, годом проверки на вшивость, на выносливость, да, на выживаемость, было три международные конференции, две из них в Москве, одна в Минске. По окончании конференции в Минске в июне 2014 года было открыто наше научно-производственное предприятие в Республике Беларусь, появились первые конструкторские кадры. Вот. В общем, 2014 год, скажем так, это год, ну, постановки нашей компании на ноги, наверное, да. В 2015 году произошел целый ряд событий очень важных, которые, скажем так, повлияли на развитие технологий. Первое, это определились с участком местности, на котором в дальнейшем запланировалось и сейчас идет строительство полным ходом. Это в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, 36 гектар. В июне месяце в долгосрочную аренду данный участок местности, бывший танкодром, был лодом в распоряжении предприятия «Струдные технологии», которым руководил Анатолий Дарович Юницкий. Далее, в 2015 году было несколько раундов переговоров с потенциальными партнерами на территории Аравийского полуострова и в Южной Америке. Далее, летом, в июле, прошли первые, скажем так, изыскательские работы на территории экотехнопарка и в августе, по сути дела, началось активное строительство. И сегодня у нас на территории Республики Беларусь, в Минской области, в Пуховичском районе, идет строительство, скажем так, четырех, можно сказать, участков. Два из них совмещены между собой. Это легкая трасса, о которой, кстати, в начале 2015 года практически еще и не думали. А сейчас уже сертифицируется транспортное средство из данного сегмента, из данного транспортного направления. Это грузовая трасса, будет с подгрузкой и разгрузкой. То есть, будет два грузовых терминала. В одном будет осуществляться погрузка цепучих грузов для демонстрации, потом сертификация данной транспортной системы. Во втором будет осуществляться разгрузка. Как говорит Анатолий Бердович, мы это все будем делать на ходу. Далее, это участок городской трассы, который сегодня будет совмещен с высокоскоростной трассой. И буквально в начале этого года мы получили разрешение в пользование участок земли протяженностью 15 километров, 16 суммарно, на строительство высокоскоростного участка Skyway с целью демонстрации его возможности и сертификации данного направления. В 2015 году также специалистами нашей компании был получен так называемый международный идентификационный код цены бумаги, АСИН. Это процедура, которую проходят все компании, акции которых сегодня копируются на крупных биржевых площадках. В сентябре 2015 года первый раз территория Экотехнопарка и наших КБ для знакомства с Юницким посетил Ротхук, экс-министр транспорта Южной Австралии. И сегодня этот человек возглавляет наше австралийское предприятие и активно ведет работы по реализации данной технологии на австралийском континенте. Осенью в октябре состоялась закладка нулевого километра будущей дороги Skyway на территории Экотехнопарка, высадка первых или иных деревьев, была специальная акция этому посвящена. И прошла конференция, на которой Юницкий отчитался перед несколькими десятками инвесторов целого ряда стран о том, что было проделано на тот момент и какие планы нас ждут в будущем. В ноябре руководство группы компаний Skyway пришло к пониманию и к внедрению нового инвестиционного продукта, возможности приобретения пакетов долей компании в рассрочку. Это удобно людям, потому что они могут инвестировать ежемесячно незначительные денежные средства, на выходе получать большие пакеты долей, долей компании. Это удобно компании, потому что на несколько месяцев вперед мы можем видеть потенциально, какие деньги к нам придут и, соответственно, планировать вот те самые работы, которые имеют отношение к каждому этапу развития технологий группы компаний Skyway. То есть, я как сказал, их всего 15, сегодня мы на девятом. И этот девятый этап, он не так давно начался, в марте месяце, но и он может очень быстро и закончиться, потому что активно приходят инвестиции, ведется уже большое количество работ. Заключаются договора взаимодействия, скажем так, с различными структурами, чиновничьими структурами, администрациями, людьми мира бизнеса из разных регионов мира о потенциальном строительстве дорог, скажем так, просчете трассы и так далее, и так далее, и так далее. Все это делается уже сегодня. Три года назад, когда началось привлечение инвестиций, в 2014 году, специалисты из мира финансов, банковской деятельности, инвестиции, специалисты рынка транспортного, науки, техники и так далее, говорили, что вы не протянете недели, месяца, трех, полгода, года. Но компания жива, компания развивается, и мы уже не так далеки от того, чтобы сертифицировать транспорт и начать уже строительство дорог в целом ряде регионов по тем потенциальным адресным проектам, которые сегодня уже больше сотни. Итак, коллеги, 2016 год, чем был интересен? Тем, что в 2016 году технологию признала инновационной Министерство транспорта Российской Федерации. Это важная веха, 11 февраля, есть, скажем так, заседание экспертного совета, заключение, да, где технология признана инновационной. После этого буквально начались, скажем так, происходить, ну, как это говорит, когда ты долго-долго чего-то ждешь, самое темное время бывает перед рассветом, то есть много аналогий можно привести, но самое важное, что после того, как технология была признана инновационной, вместо одного мероприятия, которое планировалось провести в 2016 году, это экофестиваль в апреле месяце в Беларуси, который, кстати, успешно прошел, было там несколько сотен инвесторов, более чем из 20 стран, они приехали лично убедиться на территории эко-технопарка, на что пошли деньги, что было проделано в тот момент и так далее, и так далее, два дня была конференция. Так вот, после признания технологии инновационной, а в марте месяце, скажем так, экспертный совет Минтранса признал технологии еще и перспективной для использования территории Российской Федерации, в феврале же месяце нас пригласили на мероприятие под названием «Инотранс», и после, скажем так, «Инотранса» началась целая цепочка мероприятий, крупных транспортных форумов, энергетических форумов, на которых была представлена наша технология. Параллельно, кстати, проводились переговоры с людьми с разных уголков земного шара, но как мы побывали на «Инотрансе», это было в Берлине, это раз в два года проводится крупный международный транспортный форум, в основном он посвящен, скажем так, рельсовому транспорту, это касаемо железной дороги, метро, трамваев и так далее. Наш стенд вошел в 60 наиболее посещаемых, более чем из 3000 экспонентов, которые находились на данном форуме. Далее, в следующем месяце, через две недели, в начале октября, с 4 по 6 число 2016 года прошло мероприятие в Белоруссии, в Минске, под названием «Белорусская транспортная неделя» либо «Транспорт и логистика 2016». Следом за ним Белорусский энергетический экологический форум, там же в центре города Минска, в Минском Маниже, более 300 компаний и предприятий, организаций были представлены на данном форуме из 14 стран мира, ну и была представлена наша компания. Посетители данного форума по опросам, по анкетам отнесли к самому интересному стенду, стенд компании Skyway, компанией «Струдная технология», она была представлена белорусской нашей компанией. На всех этих трех мероприятиях были представлены, скажем так, несколько экспозиций от нашей компании. Это действующие, скажем так, модели промышленной, действующей модели «Юнибуса» 14-местного, «Юнибайка» двухместного. Это было на «Инотрансе», это было на двух белорусских мероприятиях. Следом за белорусским мероприятием, параллельно точнее в октябре месяце, проходил 23-й Международный конгресс интеллектуальных транспортных систем. Это было в Австралии, в Мильбурне. Там нашу компанию в течение пяти дней представлял господин Ротхук и специалисты компании «Ауркон», в 2016 году которых в июне месяце Ротхук пригласил, они посещали территорию нашего КБ и территорию экотехнопарка. Познакомились с юницким и сегодня вместе с Ротхуком решают вопросы, связанные с внедрением технологий на территории Австралии. Кстати, компания «Ауркон» входила в конгломерат тех компаний, которые занимались возведением самого высокого в мире небоскреба Бурж-Халифа. Можно очень подробно останавливаться на каждом мероприятии, показывать кучу фотографий. Скажу одно, что все мероприятия, которые прошли в 2016 году, они все в копилку нашей компании положили какие-то положительные моменты. То есть это огромное количество специалистов мира транспорта, администрации разного уровня, целого ряда стран и регионов узнали о технологии SkyWay. Например, специалисты сферы туризма, начиная с инотранса, и в других местах присматриваются к нашей технологии, потому что юнибайк двухместный – это транспортное средство, которое вписывается в ландшафт больших территорий, не требует больших денег для того, чтобы построить трассы. Хороший обзор, то есть люди могут достаточно быстро перемещаться на большие расстояния, охватывать большие территории, и при этом экология тех мест, где будут строиться данные дороги, фактически никак не будет затронута. Это очень важный момент, и большое количество специалистов мира туризма тоже смотрит на развитие нашей технологии. Конечно, все ждут сертификации в большинстве о своем, хотя некоторые уже впереди паровоза, заключают договора о взаимодействии, подписывают даже контракт о строительстве дорог, и так далее, и так далее. Так как все форумы прошли с большим успехом, кстати, вот эта фотография с форума в Москве, который назывался «Транспорт-2016», проходил он здесь у нас возле Красной площади, там в 50-70 метрах, в здании московского гостиного двора, возле торгово-промышленной палаты Российской Федерации, возле ГУМа, три дня. Тоже большое количество специалистов, имеющих прямое отношение к транспорту, посетило наш стенд, начиная от министра транспорта и заканчивая, скажем так, губернатором Ульяновской области, господином Морозовым, тот, который в 2009 году на госсовете при президенте Российской Федерации, который проходил в Ульяновске, предложил использовать данную технологию. То есть все эти данные форумы, данные мероприятия, как я сказал, дали положительный толчок в развитии нашей технологии, то есть огромное количество делегаций с территории всего земного шара стали посещать наше КБ, стали, скажем так, вести переговоры, различные институты, например, там, Политех, Санкт-Петербургский, представители Национальной Академии Наук Республики Беларусь уже несколько раз были на территории нашего предприятия. Мало того, наше предприятие расширяется и производственной площади, то есть, как я вам сказал, на выставке «Инотранс» были представлены действующие физические модели. В начале 2015 года, как я вам говорил, еще даже не задумывались о том, будет ли такой юнибайк или нет. Я привожу на презентациях примеры, что для внедрения одной какой-нибудь модели автомобиля крупный автоконцерн тратит денег порядка миллиарда долларов, несколько лет разработок и много чего еще. Здесь в никаких миллиардах речи быть не может, вы понимаете, да? Но и лет много не прошло. То есть, дай бог полтора года от возникновения идеи до конечной реализации в пластике и металле данного устройства. Кстати, это устройство уже проходит сертификацию. Вы видите, что в декабре 2016 года будет заключен договор с Научно-техническим центром научно-исследовательского института Горэлектротранспорта, который занимается вопросами сертификации подобных транспортных средств. Наши транспортные средства, юнибусы, юнибайки, скажем так, и грузовые, и высокоскоростные, отнесены к легкорельцевым транспортным средствам. Кстати, работа по сертификации юнибайка уже начаты, потому что в ноябре месяце, когда проходило мероприятие в Москве, буквально за день до начала выставки транспорт-2016, был осуществлен первый прокат юнибайка на территории Котехнопарка. Вы видите эти фотографии. И сейчас идет сертификация полным ходом. Здесь несколько слайдов, которые показывают посещение различных делегаций территорий Котехнопарка и наших КБ, а также, скажем так, визиты и переговоры руководителя нашего проекта Анатолия Даровича Юницкого и его заместителя Виктора Бабурина в целый ряд стран. Ну, по крайней мере, Индия, в которой уже подписан договор о строительстве трасс на сумму почти 900 миллионов долларов США. Это документ, подтверждающий выделение нам участка 16 километров на строительство Высокоскоростного Skyway. То, что я говорил в процессе презентации. Ну, и здесь несколько фотографий посещения, скажем так, территории КБ, наших производственных площадей, представителями стран Персидского залива, Европы, Словацко-Арабской торгово-промышленной палаты и так далее, и так далее. И эти переговоры сейчас ведутся практически каждый день. Буквально недавно, уже в 2017 году, состоялось крупное мероприятие под названием Рэлтех-2017. Оно проходило в Индонезии. Там была представлена наша компания. И, как я говорю, что данный форум никогда не проходит бесследно. Целый ряд, скажем так, людей из разных уголков земного шара заинтересовались технологией. И с ними сейчас ведутся работы в плане, скажем так, подготовки проектов в целом ряде стран по строительстве дорог. И так далее, и так далее. В ближайшее в штате крупное мероприятие, которое ждет представителей нашей компании, это 12 мая. Это Индия, Дели, Смарт-Сити. То есть там мы будем представлять данную технологию. Примерно вот так будет выглядеть наш стенд. Он будет немного большим, чем на выставке в Индонезии. И там будет Виктор Бабурин, еще целый ряд специалистов, представлять нашу технологию. То есть она знает, про нас уже перестали говорить о том, что вот вы вот-вот с вами сейчас что-то случится, и вас завтра не будет. Технология шагает по планете. Те люди, которые первыми пришли в данный проект, ну я думаю, чувствуют себя очень уверенно. Хотя, я думаю, сомнений хватало у всех. Когда только начинал развиваться проект, выживет, не выживет. Особенно, когда проект называли финансовой пирамидой. Непонятно, каким ученым называли Юницкого. И много было, скажем так, отрицательных отзывов. Кстати, вот сейчас презентации мы не обратили внимания, ни одной минуты не посвятили прессе. В последнее время огромное количество материалов выходит в различных средствах массовой информации в положительном ключе о технологии Юницкого, что из себя представляет SkyWay, что это за транспорт и так далее. Еще год назад мы радовались, когда там раз в месяц, раз в две недели появлялась публикация в какой-то небольшой газете с небольшим тиражом и так далее. Потом пошли, скажем так, публикации в средствах массовой информации уже, например, Интерфакс, то есть радиостанции стали говорить, в Австралии на целом ряде телевизионных каналов прошла информация о том, что есть такая технология, ну и пошло-поехало. То есть РЖД-партнер, который является, например, скажем так, рупором СМИ, который от РЖД, вы знаете, есть такая структура большая на территории Российской Федерации, только на протяжении одного инотранса за четыре дня трижды размещал публикации на своих страницах о том, что есть такой транспорт и после этого уже интервью они брали Анатолия Даровича Юницкого и так далее. Телевизионные каналы Европы, то есть Словакии, когда проходил форум в июне месяце, телевизионные каналы Республики Беларусь, телевизионные каналы Австралии, Индии, еще целого ряда государств рассказывают о технологии Skyway. И вот сейчас есть информация о том, что на территории стран Бенелюкса есть там РТЛ, такой канал, планируется пока целой серии передач о струнном транспорте Юницкого, потому что человек, который имеет к этому отношение и может это все продвинуть, он стал нашим инвестором и активно ратует за внедрение данной технологии. Теперь немножко об инвестициях, потому что важное направление, которое есть в нашем проекте, это возможность приумножения ваших денежных средств. Не важно, сколько их у вас сегодня есть. Их может быть много и, соответственно, их может стать значительно больше. Их может быть практически нет совсем, но тем не менее вы можете стать крупным совладельцем пакетов далее компании и на выходе в итоге получать еще есть возможность стать совладельцем корневой технологии, потому что сегодня еще вам предлагают приобрести любую из пакетов далее компании и вы становитесь совладельцами той самой технологии, которая будет использована во всех адресных проектах. Соответственно, эти адресные проекты когда-то начнут переносить прибыль и эта прибыль будет распределяться между теми, кто стал совладельцами данной технологии. Юницкий, как я вам говорил в начале своей презентации, делится своей собственностью с каждым, кто прилагает усилия в развитии нашего проекта. Компания Skyway Crypto, как я говорил, занимается привлечением инвестиций. Ее основная функция именно эта. Работа с информацией, то есть рассказ о технологии, рассказ о развитии нашего проекта и аккумуляция денежных средств, финансирование строительства экотехнопарка на территории Республики Беларусь. Основная задача сегодня именно эта. Потому что вот я не сказал, да, заключенный контракт на строительство дорог, которые будут строиться в Индии на территории Равинского полуострова, но те деньги, которые там предусматриваются, они будут целевым образом идти на те проекты, вы понимаете. Наша задача не изменилась с 2014 года. Наша задача построить экотехнопарк, сертифицировать все виды транспорта и дальше уже искать адресные проекты помимо тех, что уже есть, строить дороги и получать с этого доход. Компания является партнером группы компании Skyway, зарегистрированной в Великобритании и работает на платформе краудинвестинга. Задача привлечь максимальное количество инвесторов на платформе микрофинансирования. То есть практически любой человек, владеющий 850 рублями Российской Федерации, имеет возможность стать совладельцем пусть минимального пакета долей компании, но в дальнейшем увеличивать свой портфель посредством ну например участия в той же партнерской программе, которая позволяет вам еще зарабатывать деньги и сейчас не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировой транспортный рынок. Маленькое отступление. Данная возможность, которая предлагается сегодня людям, позволяет людям принимать участие в проектах, которые по сути дела до недавнего времени были доступны только людям из категории миллионеров и мультимиллионеров. Опять же проект внедрения нашей технологии в транспортную сферу очень сильно напоминает вхождение интернета в сферу коммуникации. Только мы войдем быстрее. Как говорят, это не мои слова, это говорят специалисты скажем так из мира финансов, специалисты уже из мира транспорта, что данная технология очень похожа на внедрение интернета. Но представьте себе, те люди, которые поверили Стиву Джобсу, Майклу Дэлу когда-то, белую гейцу в конце 70-х годов и вложили кто-то большую часть денег, кто-то меньшую в их проекты, сегодня себя очень здорово финансово чувствуют. Они обеспечены на многие годы вперед и дети, внуки и так далее. Они миллионеры, миллиардеры так называемые. Они каждое утро просыпаются и делают то, что им нравится. Они не ходят на работу ради того, чтобы, скажем так, зарабатывать себе на жизнь. Соответственно, те люди, которые трудятся в направлении того, что им приносит удовольствие, плоды их труда гораздо более интересны и полезны людям, чем те, которые это делают из-под палки и из-за нужды. Так вот, чтобы быть в этом состоянии, сегодня каждому из вас предлагается возможность стать совладельцем пакета долей компании, принять участие в нашем проекте, увидеть своими глазами, как это быстро будет реализовываться. Ну и чувствовать себя, опять же, финансово уверенно. Как говорит Рэнди Гейдж, начать свой род с себя. Род имеется в виду финансовый, там, не знаю, родовое поместье либо что-то еще, что вы там захотите себе организовать. Вы можете помочь людям, которые вас окружают. Причем причины, почему они могут начать сотрудничать с нами, они могут быть абсолютно разные. Кто-то видит перспективу от, скажем так, вложения денежных средств, кто-то видит, скажем так, возможность зарабатывания денег, кому-то нужно помочь своим родным и близким. Важно понимать следующее, что не нужно быть специально образованным специалистом в сфере транспорта, в сфере инвестиций, банковской деятельности и так далее, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, увидеть перспективу и принять участие. Возможности у нас инвестиционные сегодня есть на любой кошелек. Задача же нашей компании максимально вам представить информацию, создать благоприятные условия к тому, чтобы вы приняли решение и начали двигаться вместе с нами. И задача наша такая же обеспечить у вас максимально полезной информацией в дальнейшем, что происходит с нашим проектом, какие перспективы у нас в ближайшем будущем, какие новости и так далее, и так далее. Для этого у нас есть и специальная служба, служба технической поддержки, которая 24 часа в сутки работает на сайте нашей компании в личном кабинете и отдел информационной поддержки в Москве. У нас, как я говорил, есть возможности для инвестиций на любой кошелек, на любую толщину, то есть начиная с 15 долларов США, заканчивая 150 тысячами долларов. У нас есть так называемая венчурная премия либо дисконт. Это то количество раз, которое может увеличиться с суммой, которую вы инвестируете в наш проект. То есть, например, если вы инвестируете 2,5 тысячи долларов США, ваши деньги приумножатся в 125 раз. Если вы инвестируете 15 долларов США, то уровень доходности либо дисконт на этом пакете составляет 25 раз. Потенциально мы стремимся к той ситуации, когда каждая отдельно взятая доля будет стоить 1 доллар. Соответственно, 15 долларов сегодня, в тот момент, когда мы выйдем на котировку, грубо говоря, и каждая доля будет стоить 1 доллар, ваши денежные средства увеличатся в 25 раз. То есть, на выходе будет 375 долларов с 15. У нас есть возможности, которые вы можете использовать долей компании в рассрочку, инвестируя ежемесячно 25, 50, 100, либо 200 долларов. Пакеты, которым уже скоро будет полтора года. Они отличаются дополнительными условиями, за которые вам еще может быть в подарок начислено от 375 тысяч долей компании до 54 тысяч долей. Это либо вы пригласите в течение месяца с момента открытия рассрочки двух человек, которые приобретут пакеты долей компании от 25 долларов и выше, либо нижняя линейка, вы выбираете такую же рассрочку с таким же названием со знаком плюс, только у вас первый платеж двойной. Дальше вы будете платить по 25 долларов в месяц, 50, 100, 200. Кстати, рассрочки у нас можно закрывать досрочно. Хоть за один день вы можете оплатить все там 10 месяцев, 8 месяцев. Это ваше право. У нас есть пакеты долей компании большего номинала в рассрочку от 500 долларов до 5000 долларов в месяц. Но люди, которые приобретают данные пакеты, практически становятся владельцами миллионов долей. Я говорил, мы стремимся к одному доллару за долю. То есть, даже если вы в итоге оплатите 5000 долларов на протяжении 10 месяцев, на выходе у вас будет 675 тысяч долей компании. Если вы готовы инвестировать больше денежных средств, то у вас уже будет либо миллион 700 долей, либо 4,5 миллиона, либо 9,5 миллионов. Есть пакеты, которые можно приобретать разово, большого номинала. Они позволяют вам, по-моему всего прочего, в июле приехать в Минск, посетить территорию технопарка и прикрепить свою именную табличку к дереву редкой эксклюзивной породы. Это пакеты стоимостью 5, 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч долей компании. Стоимость точнее, 50 тысяч долларов. Есть пакеты с бонусного счета. Я уже говорил несколько минут назад, что у нас есть партнерская программа и вы можете зарабатывать деньги, создавая бизнес уже сейчас, то есть, получая процент от суммы привлекаемых инвестиций посредством нашего маркетинга плана. Бонусный счет это тот счет, на который эти деньги начисляются. И те, кто строит партнерскую программу, у них есть возможность приобретать пакеты из нижней линейки на этом слайде с очень хорошим выгодным дисконтом. То есть, на выходе вы получаете, скажем так, большее количество долей компании, чем просто купите за живые деньги либо, скажем так, с основного счета и стандартного прастистали какие-то другие пакеты. То есть, пакеты с бонусного счета 4 штуки внизу стоимостью 250, 400 тысяч и 1800 долларов очень выгодны. Принимать решение, конечно же, вам есть пакеты на транс, который будет позволять вам, трижды сделав инвестицию по тысяче долларов, суммарно получить 465 тысяч долей. Потому что первая стоимость, первый пакет, который вы покупаете за тысячу долларов, такой же дисконт, как в стандартном прастисте 115 тысяч долей. Но если вы не позднее, чем через 30 дней купите второй раз из линейки на транс пакет за тысячу долларов, вам уже начисли 150 тысяч и если вы купите третий не позднее, чем через месяц после второго, то вам начисли 200 тысяч долей компании. Есть пакеты, которые вы можете взять рассрочку на своих несовершеннолетних детей. И есть два пакета, которые в линейку попали совсем недавно, приуроченные к на трансу. Это две рассрочки два месяца по 300 долларов, либо два месяца по 500 долларов. Это пакеты, которые позволяют вам у нас будет аллея, еще там фруктовые деревья и тоже именные деревья. То есть вы можете все приобрести дерево за два пакета, за 2 проплаты по 500 долларов в течение двух месяцев или в течение одного дня опять же вам выбирать либо именной куст, ягодный, плодовый, ягодный. Плюс еще есть дополнительная слава. То есть если вы делаете платеж два раза по 300 в течение суток, вы получаете дополнительный подарок в виде 21 тысячи далее компаний. То есть дисконт со 110 превращается сразу в 145. То есть выгодные условия. Итак, у нас есть партнерская программа, в которой есть 6 ступенек карьеры. Соответственно, чем выше ваша ступенька карьеры, тем потенциально больше ваш доход. У вас увеличивается процент, увеличивается глубина, с которой вы можете, скажем так, получать вознаграждение. Мало того, начиная с третьей ступеньки карьеры, вам еще начинают начисляться деньги, если вы строите партнерскую структуру на акционный счет. Это деньги, которые вы можете потратить только на приобретение долей компании из стандартного прайс-листа. Но это подарок, к которому нужно так и относиться. То есть помимо этих денег, которые вы можете зарабатывать, вам еще компания сама начисляет денежные средства, на которые вы можете себе докупить долей компании. То, что я вам говорю, что вы можете за 15 долларов США стать крупным владельцем пакетов долей компании, стать крупным, ну, можно сказать, акционером нашей компании. У партнерской программы есть целый ряд преимуществ. Подробно мы о них говорим на мероприятиях, связанных с партнерской программой, как раз таки. Это вторники и пятницы. Вторник, 18, пятница, днем, в 13 часов. Но важное положение, наверное, то, что маркетинг накопительный, то, что вас никто не заставляет делать какие-то жесткие товарообороты каждые месяцы самому и со своей структурой, вам не надо подтверждать квалификацию. До 20% с первого поколения вы можете получать, строить структуру по нашей партнерской программе от привлекаемых инвестиций. Большая глубина выплат, с которых вы получаете бонусы, ну и в принципе нет ограничений по количеству партнеров, приходящими за вами по вашей реферальной ссылке. И бонусное вознаграждение начисляется деньгами на бонусный счет и еще вам дарят деньги на расширение своего портфеля инвестиций в нашем проекте на акционный счет. Есть инструменты, позволяющие вам развивать партнерскую программу, то есть они встроены в личный кабинет, было бы желание их использовать. Начиная от реферальных ссылок и заканчивая баннерами, которые сейчас дорабатываются, внешний вид, их будет больше, на большее количество информационных ресурсов наши компании будут ввести. Баннер вы можете выставить на своем интернет-ресурсе, будь то сайт, блог, какая-то страница в соцсети, там где позволяется встраивать HTML-код, и он 24 часа в сутки может привлекать партнеров в вашу партнерскую структуру. К инструментам относятся мероприятия, проходящие в режиме онлайн, как сейчас. Это вебинары на целом ряде языков, живые мероприятия, презентации, которые проходят в целом ряде регионов и стран. Вчера была в Москве, проводила у Григория Мирошниченко, был проездом с Крыма в Челябинск, и вчера на протяжении полутора часов у нас проходило мероприятие. Были люди, которые получили свои барсики, хотя я говорю, кто-то получил подарочный сертификат на 1000 долей компании. Кому-то в подарок досталась книжка Ленинского небесной дороги, то есть мы это делаем систематически. К инструментам можно отнести периодические промо-акции, которые проходят внутри нашего личного кабинета. У нас появляются акционные пакеты, приуроченные к чему бы то ни было. Главное, чтобы вы отслеживали информацию. Расписание мероприятий, которые позволят вам успешно продвигаться по нашему бизнесу, как в онлайн-режиме, так и в офлайн-режиме, вы можете найти в разделе «События» либо на сайте, либо в личном кабинете. Отдельные две Google-таблицы, в которых на том языке, на котором проходит мероприятие, подписанная информация об этом мероприятии. Если онлайн, то тема, ведущие, ссылки, время начала. Если оффлайн, то ведущие, телефоны, те, которые, если есть, ведущие дали, точный адрес мероприятия, точное время, местное. Сначала пишется «Московское», если мы нажимаем на мероприятие, там высвечивается местное время. Было бы желание посещать мероприятие, принимать участие в развитии нашего проекта и стать частью крупного инновационного и инвестиционного проекта, который круто изменит жизнь планеты в целом, который круто может изменить лучшую сторону вашу жизнь, жизнь ваших родных, близких и тех людей, кому вы об этом расскажете. Ни много, ни мало. Координаты нашей компании здесь, в Москве, нашего филиала, вы видите справа внизу на данном слайде. Отсюда я сейчас вещаю, то есть один из кабинетов по этому адресу на шестом этаже. Тем, кому нужно обратиться, вы видите телефон специалисты нашего отдела информационной поддержки в течение рабочего дня с 10 утра до 7 вечера по этому телефону вам могут ответить. У меня на этом все, коллеги. Я хочу сказать следующее, что через 10 минут в такой же комнате будет проходить мероприятие, которое будет проводить Владимир Маслов, один из лидеров развития бизнеса Skyway Capital. Он, как правило, знакомит и с методикой работы в адресных проектах, и с юридической стороной взаимодействия с нашей компанией, и, скажем так, с потенциальными планами и возможностями, которые нас ждут на финансовых рынках в будущем и так далее. Поэтому я вам предлагаю встать, размять, скажем так, свои конечности, пойти заварить себе, может быть, кофе, бутерброды, не знаю, если вы проголодались, то можете сделать и бутерброды. Через 10 минут оказаться опять же на стуле, кресле, на диване, где вы там можете сидеть, либо стоя, если едете в транспорте, войти в комнату вебинарную и послушать информацию, которую будет давать Владимир Маслов. У меня же на этом все. Был рад вас видеть на мероприятии. Буду рад, если людей будет еще больше, чем сегодня. У нас даже не полная футбольная команда собралась. Всем здоровья, всем успехов, отличного вечера, наступающих выходных. Ну и, как говорит господин Кириченко, строй SkyWay, спасай планету. Все в наших руках. Все, что в вашей жизни будет происходить, зависит от того, какие решения и действия вы будете предпринимать. Я вам желаю, чтобы все, что вы не делали в этой жизни, приносило вам радость и удовольствие. И чтобы плоды вашего труда, скажем так, радовали не только вас, но и тех людей, которые вас окружают. Ну и чтобы вы могли вечером, каждый вечер, сказать себе, что я сделал все, что мог, а завтра сделаю еще больше. До новых встреч в эфире, коллеги! Субтитры создавал DimaTorzok